Дорога до поселка Параньга идет по Серновскому тракту. Расстояние от Хишкаралы составляет 110 километров. Однако дорожное полотно местами подводит. Поэтому время на дорогу стоит закладывать с запасом не меньше двух часов. Поселок Параньга был основан в середине 16 века. Согласно легенде, изначально деревня называлась Баренге, что означает деревня святых. Основали ее два татарина – Чуваш и Бураш, выходцы из Касимова ханства. И сейчас половину населения Параньги составляют татары, что, конечно, наносит свой отпечаток на быт и культуру этого района. Это Сабантуй – свадьба плуга. Древний этнический праздник татары-башкир. По некоторым источникам он имеет тысячелетнюю историю. Подобные праздники, когда полевые работы закончились и можно позволить себе отдохнуть, есть у многих народов. Здесь объединяются традиции сразу всех народов, живущих в Буреел. Вот, например, девушка в марийском костюме, в руках у нее калман-мелна. Это национальное марийское блюдо. Чак-чак – национальное татарское блюдо. Да, конечно, русский каравай. Скачки на лошадях во время татарского Сабантуя – как кулачный бой во время русской масленицы. Традиция, без которой не проходит ни один праздник. Конечно, эти заезды неофициальные, и принять участие в них может и беспородная лошадь. Например, профи – это лошадка так называемой местной породы. Однако пришла второй. Призы в таких скачках тоже вполне существенные. Лошадь зовут профи, ей три года, она у нас местной породы. Приехали мы с Советского района, с Верхового круиза. Каждый год стараемся участвовать на данных соревнованиях. Как и на любом празднике под открытым небом, здесь настоящий фестиваль уличной еды. Но так как республика у нас национальна, то и попробовать можно блюда абсолютно разных народов. Вот, например, плов, шурпа, а там готовят чебуреки. Жидкий бульон там, а то везде шашлыки, да шашлыки. Вот специально, чтобы разнообразить. А что там вообще для какого мяса? Курятина. Курятина? Молодая картошка, молодая капуста с овощами, очень вкусная, народ любит. А плов? А? А плов? Плов это уже у меня фирменное, живое. Секреты не буду выдавать. И, наконец, пришло время народных забав. Здесь, как и сотни лет назад, в бой на мешках, лазанги по столбу, национальная татарская борьба на поясах, кюреш. По популярности таких игрищ можно судить, насколько наши предки были физически развитыми. Например, чтобы забраться на высоченный деревянный столб, нужна серьезная спортивная подготовка. Разив Сафин в подобных соревнованиях уже не новичок. До вершины добрался играючи и обманчиво легко. Ну да, главное, сила и все, рук и ноги. Местные жители относятся к Сабантую невероятно серьезно. То, что на первый взгляд кажется простым увеселением, для каждого из них ниточка, связывающая их с малой родиной и с традициями предков. Это самый большой праздник для нас. Каждый год ходим. Мы из далекой, из Кировской приехали. Вот, повидаться со всеми родными, обязательно посмотреть людей в Сабантую. Главное, борьбу посмотреть. Я приезжаю сюда, потому что мне, как бы, это родина предков, в первую очередь. И, во-вторых, хорошо, что такие праздники устраивают. Они пользуются спросом, потому что люди сюда приезжают со всех сторон. Редактор субтитров А.Семкин